здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала нашей жизни как это последнее время особенно часто бывает задумываешь давно поговорить на какую-то тему события сейчас же несутся вскач куда ни глянь что украина что израиль что коллективный так называемый запад что сша ну и приходится то есть вроде как надо об этом поговорить о более свежим а то что может подождать может и подождать но вот наконец-то дождалась это я о теме которой много очень много сейчас ю тубе не только так называемых интернет-докторов но я их так называю там кандидаты наук доктора со своими клиниками еще с чем-то все это конечно замечательно и наверное кем-то из них в их движут вполне себе благие намерения но деньги ю тубовские это в первую очередь кто мне там что не говорил так вот началось собственно все с того что как-то мне на ю тубе попалось видео не помню точно 5 8 10 по моему 5 это хвост кот опять пришел чтобы никто не удивлялся пришел на рынка не может пропустить ни одной моей записи видео так вот попалась видел на 5 по моему признаков первых признаков или не самых очевидных там признаков рака прямой кишки с дуру просмотрит прослушал нужно пару дней прошло фактически все пять если задуматься у меня имели место получил как положено от жены услышала себе не то чтобы много нового как раз таки ничего но ничего нового не услышал но тем не менее а потом иногда не то что просматривая там титры почитываю где-то там чуть-чуть в начале то есть я не хочу всех вместе сказать что это все ерунда но скажем так для того чтобы во первых самые порядочные из этих интернет докторов либо пишут либо оговариваются что это только рекомендации советуйте с врачами и так далее и тому подобное тем не менее любые подобные видео набивают набирают сотни тысяч и той миллионы просмотра то есть для того чтобы какое-то рациональное зерно в этом всем море было ведь во первых нужно пересмотреть извините хрен знает сколько во вторых нужно ну изначально обладать каким-то запасом информации и уметь наверное анализировать много еще наверно чего потому что вот уже упомянуто еще одно видео начал там начала смотреть и когда не помню название название же у всех там пять минут зарядки и вы забудете про болезни съешьте вот эти пять фруктов излечитесь от всех болезней то все это так так вот в том видео когда авторы причем там даже интересно было большинстве своем эти вот все доктора лично ведут эти блоги и у меня вопрос а когда же не в общем то основной своей докторской так сказать врачебной деятельностью занимается ну да ладно а в том видел было кто-то рассказывал голос за кадром рассказывал что вот такой-то великий и непогрешимый доктор вот он рекомендует а то 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 так вот когда в этих рекомендациях дошло до того что по моему сердечникова может быть и всем нужно не меньше получаса в день ходить пешком получаса запомните это временной отрезок а если не получается получаса походить тоже обратите внимание сер в день не получается получаса походить то можно проехать 15 километров на велосипеде дальше я смотреть не стал по очень простой причине всего ряда как это жизненных обстоятельств почти шесть лет последних в будние дни езжу на велосипеде минимум 78 километр каждый будний день не сразу там скажем три с половиной километра туда три с половиной обратно с перерывом но тем не менее регулярно почти шесть лет езжу на велосипеде но если выбираем время погоду женой выходим на улицу про прогуляться так сказать и прогулка занимает продолжается дольше чем час а еще лучше полтора начинают болеть определенные мышцы ног то есть на велосипеде каждый божий день иногда и выходные но пять дней в неделю течение почти шести лет пешком прошел чуть больше какого-то расстояния или по времени начинают болеть мышцы ног то есть это разные вещи одно скорее всего дополняет другое но никак не заменяет а уж все остальное там вред статинов польза статинов никогда не ешьте эти каши никогда не пейте с утра кипяченую воду бросьте курить вино в любых дозах вредит вот что нужно сердечником для того вот это если будете делать значит у вас все будет замечательно в общем по моему сказал достаточно много для того чтобы те кто умеют думать не разучились еще со всей этой русскоязычные не только русскоязычной пропагандой то есть скажем ну хотите ради бога добавляйте просмотр и соответственно плюсики благосостоянию этих извините за такое слово докторов смысле врачей но лучше не добавлять потому что если вживую приходит доктору ему зачастую причем страна где ты пришел доктор уже не важно ему зачастую на тебя с высокой башни как минимум кашлять если не больше чего-то не более существенное то по интернету он вообще не видит и не знает и понятия не имеет кто его слушает и смотрит комментарии естественно не читает от слова совсем ну и то что он вам насоветовал это ваши личные проблемы так поберегите свое здоровье оставайтесь здоровы израиль который раз повторюсь буду еще и дальше повторяться на правильном пути слава украине и живи беларусь чтоб там не говорил не говорила мидовская российская лошадь что беларусь 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 беларусский язык это что-то придуманное он наверное мелоду русский так что повторюсь еще живи беларусь